В этой сессии рассказал профессор Козлов. Ранее была разработана гипотеза об эволюционной роли наследуемых опухолей. Из данной гипотезы можно сделать предсказание о том, что, во-первых, эволюционно новые гены должны экспрессироваться преимущественно в опухолях, а во-вторых, количество онкогенов должно соответствовать числу клетчатых типов. В данном исследовании мы изучали экспрессию различных эндогенных ретро-вирусов человека, различных по эволюционному возрасту эндогенных ретро-вирусов человека. Из гипотезы об эволюционной роли опухолей можно сделать несколько нетривиальных предсказаний. Первый из них это то, что онкогены, опухолевые супрессоры, гены опухолевых супрессоров и дифференцировочные гены должны коэволюционировать. Это мы уже подтвердили в нашей предыдущей работе, на нее профессор Козлов ссылался в своем докладе в начале сессии. Также ранее в этой же работе мы подтвердили, что число онкогенов совпадает с числом клетчатых типов у различных организмов. А это предсказание было сделано, к слову, еще в 1987 году. Кроме того, эволюционно новые гены должны обладать опухолю специфической экспрессией. И в данной работе мы проверяли еще два нетривиальных предсказания о том, что эволюционно молодые эндогенные ретро-вирусы должны экспрессироваться преимущественно в опухолях. И кроме того, что эволюционно молодые эндогенные ретро-вирусы человека также должны иметь высокий уровень экспрессии в опухолеподобных органах, таких как молочная железа и простата. Итак, для проведения данного анализа мы использовали базу данных HERFD. Это база данных содержит последовательность эндогенных ретро-вирусов человека и, собственно, из нее мы для своего анализа и скачивали их. Кроме того, мы использовали в данной работе еще две базы данных. Одна из них G-TEX, это база данных, содержащая данные по экспрессии генов человека в нормальных тканях. Она содержит данные по экспрессии генов в 54 различных типах тканях, собранных из 1000 пациентов. Другая база данных – это база TCGA. Уфирная база данных, содержащая информацию по экспрессии генов человека в 33 различных опухолях и построенная на основании анализа более 20 тысяч пациентов. Анализы экспрессии эндогенных ретро-вирусов человека мы проводили под помощь программы STAR и HTSEC. Итак, следует отметить, что количество эндогенных ретро-вирусов в нашем геноме составляет порядка 40%. То есть 40% нашего генома, даже по некоторым оценкам более 40%, это ретро-вирусные вставки, которые произошли в разные моменты эволюции, в разные моменты эволюционной линии человека. На данной диаграмме показаны временные точки инфицирования различными ретро-вирусами нашей эволюционной линии. Можно увидеть, что к наиболее молодым ретро-вирусам относятся семейства вирусов HML2, относящиеся к более крупному семейству ретро-вирусов человека K. Более старыми ретро-вирусами является семейство HML5, относящиеся к семейству ретро-вирусов R. Для своего анализа мы взяли последовательность ретро-вирусов семейства HML2 и HML5. И вот такие результаты мы получили. На этих диаграммах столбиками показан уровень экспрессии в единицах FPK. На левой половине слайда показана экспрессия ретро-вирусов семейства HML2 в нормальной лимфоците, а в правой части слайда экспрессия этих же эндогенных ретро-вирусов в лимфоме. Можно абсолютно чётко видно, что молодые ретро-вирусы семейства HML2 обладают более высоким уровнем экспрессии, значимо более высоким уровнем экспрессии в опухолях, чем в норме. Следующий слайд. Та же самая картина сохраняется и для клеток нормального лёгкого и клеток при мелкоколеченном раке лёгкого. Вот экспрессия ретро-вирусов семейства HML2 в молочной железе. Как я ранее сказал, молочная железа относится к группе опухолеподобных органов, и мы предполагали увидеть, что молодые ретро-вирусы должны обладать более высоким уровнем экспрессии в опухолеподобных органах, нежели в других типах органов. И мы, собственно, это и увидели. При этом интересно отметить, но это требует более детального и более обширного анализа, что вроде бы даже в нормальной молочной железе экспрессия несколько выше, хотя, как я уже сказал, требуется большее количество данных. Подобная картина сохраняется для простаты, которая тоже является опухолеподобным органом. А вот данные по экспрессии эволюционно старых ретро-вирусов, относящихся к семейству HML5. На этом слайде представлены данные по их экспрессии в легком, в нормальном легком и в мелкоколеченном раке легкого. Видно, что в норме данные гены экспрессируются значительно выше, чем в опухоли. Та же самая картина сохраняется для молочной железы, для простаты. А на этом слайде мы сделали более обширный анализ по всем представителям семейства эндогенных ретро-вирусов K и семейства H. Семейство H – это еще одно достаточно старое эволюционно старое семейство эндогенных ретро-вирусов. Видно тоже, что более старые эндогенные ретро-вирусы экспрессируются в нормальных лимфоцитах значимо выше, чем эволюционно молодые ретро-вирусы семейства K. В то время как эндогенные ретро-вирусы семейства K значительно увеличивают уровень своей экспрессии при лимфоме. В то время как старые ретро-вирусы семейства H практически меняют уровень своей экспрессии. И опять же, подобная же картина сохраняется при анализе ретро-вирусов семейства K в клетках нормального легкого и в клетках полимелоколечного рака легкого. Также в норме ретро-вирусы семейства K имеют низкий уровень экспрессии, а в опухолях большая часть из этих ретро-вирусов резко повышает уровень своей экспрессии. Итак, в ходе данного анализа мы подтвердили, что эволюционно молодые эндогенные ретро-вирусы человека экспрессируются преимущественно в опухолях, а эволюционно молодые эндогенные ретро-вирусы человека имеют больший уровень экспрессии в нормальных тканях. Интересно, что эволюционно молодые эндогенные ретро-вирусы имеют высокий уровень экспрессии в опухолеподобных органах. И, как глобальное заключение, таким образом мы подтвердили, что эволюционно новые гены человека обладают опухолеспецифической экспрессией. Спасибо за внимание.